Это готовые болванки, из которых пылаются колодки. В день Сергей подготавливает до 70 колодок для обуви. Именно они помогают шить максимально удобную обувь. Такое производство осталось на единственном предприятии в России. Льется болванка, а потом обрабатывается на фрезерном станке. А мы уже делаем обработку. Но сейчас Миничер производит уже 3 миллиона пар обуви в год. С такими объемами только руками не справятся. Поэтому руководство хочет купить итальянское оборудование. Миничер всегда старался быть на уровне с лучшими западными компаниями. Причем не только в технологиях, но и в мелочах. Вот, например, название фасона одной из моделей. Кожу южной уранцы используют испанскую подошву, итальянская. И даже несмотря на это, Миничер удерживает низкие цены. Это первое. Значит, правильно организованные процессы прежде всего. Высокая производительность труда. И розничная сеть, которая контролируется нами, контролируется по ценообразованию. Михаил Юрьевич отметил, что предприятием руководят талантливые менеджеры. Они смогли удержать еще советскую фабрику. И на равных конкурируют с китайскими производителями, которые сейчас занимают около 80% российского рынка. Та бизнес-модель, которая построена на Юничеле, это постоянное внедрение новых моделей. Это собственная розничная сеть. На 2013 год запланировано увеличить ее еще на 50 магазинов. То есть это будет 450 магазинов по стране. Позволит потихонечку отвоевывать наш рынок. Во время экскурсии главе региона преподнесли подарок. Домашние тапочки из змеиной кожи. Эксклюзивная работа южноурайских мастеров. Сергей Моревский, Александр Павлов. ОТВ.